Александр – брат строитель со стажем. Его призвание – созидать. Но одним возведением зданий он не ограничивается. В свободное от работы время решил заняться озеленением города. Александр часто бывает в пермских парках и заметил, что состояние легких краевой столицы далеко от идеала. От школы ездили, садили деревья, то есть за лесничество. То есть они сурбают одно дерево, садят два саженца. Одно дерево, два саженца. Ну, естественно, я посчитал, что это не компенсирует в той степени природе ущерб. И решили посчитать по другой формуле. Формула такова – плюс тысяча деревьев ежегодно. План разработан на ближайшую пятилетку. Специалисты считают, что этого вполне хватит, чтобы кедры не просто прижились в лесопарках Перми, но и стали самостоятельно размножаться. Местом для посадки выбран Черняевский лес. В Уральской лесной полосе кедр вполне можно спутать с сосной. С виду они действительно похожи, но различия есть. В одном месте у кедра пять хвоинок растет. С одного. Раз, два, три, четыре, пять. А у сосны только две. Тем самым кедр становится пушистее и темнее. Несмотря на небольшой рост, чуть больше метра этому кедру уже восемь лет. Сеянцам Александра только три года. В высокой траве их пока трудно разглядеть. Но как-то обозначать маленькие кедры лесничество не намерено. Люди могут начать выкапывать. Между тем, процедура высадки этой породы дерева очень непростая. Кедровые крайне сложно приживаются на новом месте. Посадка одного кедра – дело двух минут. Гораздо больше времени нужно для того, чтобы сеянец прижился. Какое-то время дерево болеет, его хвоя становится красной. Если спустя месяц на нем появляются зеленые ростки, значит кедр будет расти. Из тысячи высаженных деревьев приживутся лишь сто, говорит Вадим. Чтобы потерь было меньше, садили старым проверенным способом. Делается ямка, вставляется саженец и этим мечом прижимается. Что позволяет целиком, полностью, без промежутков, плотно прижать корневую систему на всем протяжении Земли. Спустя месяц после посадки среди сеянцев появился лидер. Он зеленее остальных и выше. Он отличался изначально от своих собратьев тем, что был крупнее, толще был сам ствол, диаметр стволика. И в результате он легче перенес пересадку. Уже прижился, у него уже мутовки высокие. Первый урожай орешков можно будет собирать не раньше, чем через 40 лет. А любоваться кедровым царством будут уже следующие поколения. Живут деревья этой породы по полтысячи лет и дольше. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.